На телеканале «Россия-1» главные вести Карачаева-Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. День с молодежью. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов пообщался с участниками онлайн-форума «Машук» и узнал о новых проектах молодых людей. У воды без воды. Жители Новой Тиберды жалуются на засуху в кранах. Мы ответим на вопрос, когда же будет вода? Слишком шустры автобусы. Любители быстрой езды ловили в Черкесске. Но скорость – это только цветочки. Нарушений очень много. 30 лет без культуры. В Даусузе ремонтируют заброшенный клуб, который станет дворцом культуры, где можно будет отдохнуть после огорода. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов общался с молодежью. Участники онлайн-форума «Машук-2020» презентовали свои проекты и получали наставления руководителя региона. Полезные советы Рашида Тимрезова в репортаже Руслана Джукаева. Мы в этом году чуть в ином формате с вами встречаемся, к сожалению. Но я абсолютно уверен, что вы поддержите тот ритм, который с первого года был задан участниками форума «Машук» из Карачаева-Черкесии. То есть вами, вашими предшественниками. Уверен, что вы станете победителями. И мы обязательно с вами встретимся только уже воочию. По традиции, среди представленных проектов было много идей, направленных на популяризацию туристических и культурных ресурсов Карачаева-Черкесии. А также значительную долю занимали проекты, связанные с добровольчеством и медициной. В формате видеоконференции глава республики пообщался с участниками, которые рассказали ему о своих проектах. Цель проекта – это создание образовательной площадки для будущих студентов медицинских вузов и студентов медицинских вузов Харачаевской республики, которая решит, эта площадка решит первыми. Первая проблема – это проблема неосознанного выбора поступления в медицинский вуз. А вторая проблема – это низкий уровень подготовки к поступлению в медицинские учреждения образовательных. В ходе общения Рашид Бориспиевич выслушал участников и дал свои рекомендации по дальнейшему развитию их идей и обещал оказать административную поддержку по их реализации. Мы же за последнее время создали в наших образовательных учреждениях полицейский класс, класс спасателей или еще что-то. А здесь, когда студенты будут приходить и рассказывать детям, это одна сторона, хорошо. Но здесь я еще думаю, что хорошая идея, мы могли бы туда приглашать еще и действующих врачей, которые будут рассказывать о всех сложностях, перипетиях, о ночных дежурствах. Также сегодня стало известно, что по итогам первой смены форума «Машук» молодежь Карачаева-Черкесии вошла в тройку лидеров по числу грантообладателей среди регионов СКФО. Руслан Жукаев, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия. Вести из Новотиберды. Аульчане пожаловали, что живут у чистейшей реки на планете, но в домах нет воды. Если даже бывает, то с большими перебоями. В проблеме разбирался Аслан Гирюгов. По словам жителей, вся проблема заключается в источнике, из которого вода поступает в трубы. Сначала она должна собраться в трубах, а потом дойти до каждого дома. Но так как часть жителей живет выше, то вода до них практически не доходит. Изначально казалось, что проблема в самом водопроводе, но он был полностью заменен еще в прошлом году. Водоснабжением очень трудное положение у нас. С сутками воды не бывает. Вот посмотрите, заходите. Вот видите, даже пожарный, это пустой у нас. Нет воды. И иногда ночью в 11 часов бывает и то капельки. Набираем, как можем, ждем. Утром в 4-5 часов встаем и набираем на ведра, на эти воду. Почти сутки полчаса бывает. Только три, вот около года, только три дня подряд шла вода. Польше нету. Зимой ходим, ищем, где, что находим. Мы флягами, канистрами ходим и тащим воду. Помимо этого, было отмечено, что очень много воды уходит на полив огорода. Многие жители в Тиберде сажают капусту, и это требует стабильной поливки. Капусту сажают, например, поливают. Ну, каждому надо. Их тоже винить нечем. Понимаете? Вот сельский совет, например, тоже свое дело делает. Он ходит, везде бегает, бедные тоже. Ну, воды не хватает. Как-то это вопрос, ну, надеюсь, по-другому. Выслушав жителей, мы отправились в администрацию села. Глава населенного пункта Хусей Шедаков пояснил, что мощность родника составляет примерно 50 литров в минуту, а у самого обычного крана от 15 до 20 литров. И для такого большого количества домов этого недостаточно. И для нормального подступления воды нужна водонапорная башня. Что касаемо самой системы водоснабжения, у нас трубопровод на 90% новый. Новый, ему года нет. Мы его поменяли в октябре-ноябре. Мы обращались в разные... В разные ЖКХ, по-моему, обращались. Ну, в Минстроев, Черкес. С просьбой этой ответа еще не последовало. Ну, насколько я знаю, единственный вариант исправить данную ситуацию – это построить водокачку. И в общую систему запитать и качать воду с речки. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Новая Тиберда. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4670. Из них 4102 выздоровели. Госпитализированы 70 человек. Страшно ли пользоваться общественным транспортом в Карачаево-Черкесии? Проверка на дорогах выявила, что страшно. Какую ответственность должны нести водители автобусов? И как их наказывать? В рейд на дороге вышел Руслан Джукаев. И теперь мы узнаем, куда можно пожаловаться. Главными пунктами, по которой осуществлялась проверка транспортных средств, это конструкция и техническое состояние автомобиля, выполнение установленных требований к состоянию здоровья и режиму труда водителей. Ведь шофер несет ответственность не только за свою, но и за жизнь своих пассажиров. Основная задача мероприятия – предотвращение фактов совершения дорожно-транспортных происшествий транспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют перевозку пассажиров автобусами и легковым такси, а также перевозку грузов автомобильным транспортом. В ходе мероприятия были выявлены нарушения правил транспортировки пассажиров. Они были самые разные, начиная от технически непригодного состояния автомобиля, заканчивая непристегнутым ремнем безопасности. По факту выявленных нарушений на водителей были составлены административные протоколы. Вы прежде всего должны соблюдать первые, самые первые должны соблюдать чистоту, так как у вас является общественный транспорт пригородного масштаба. Также проверке подвергся автопарк автостанции «Южная». Если в начале мероприятия мы столкнулись с большим количеством нарушений, то данного водителя можно привести в пример. Машина была чистой и оснащена ремнями, аптечка и огнетушитель тоже были на месте. Здравствуйте, я заместитель начальника управления ГИБДД Коробкин Вячеслав Николаевич. Предъявите, пожалуйста, документы на транспортное средство. Водительское удостоверение, непросрочное, категория D присутствует. Транспортное средство вам принадлежит или же лицензия, путевой лист, предрейсовый осмотр, все присутствует. Мероприятия по профилактике различных нарушений сотрудниками ГИБДД и Ространснадзором проводятся регулярно, но главным фактором безопасности дорожного движения остается ответственное поведение водителей. Услан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске закрывают парк Зеленый остров на выходные для автомобилей. Подробности после прогноза погоды. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в горах местами кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. В горах местами от 1 до 6 тепла. Днем ожидается от плюс 16 до плюс 21 градуса. В Черкесске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Днем 29-31. Это главная вести республики. Мы работаем в прямом эфире. В выходные дни Зеленый остров будет отдыхать от автомобилей. Три дня в неделю въезд автотранспорта на территорию парка будет запрещен. Это делается по инициативе администрации Черкеска для обеспечения безопасности отдыхающих. Каждую пятницу, субботу и воскресенье въезд на Зеленый остров со стороны бывшего мотодрома будет ограничен. Для удобства автомобилистов уже оборудованы парковочные места и установлен специальный знак. Решение о запрете въезда стало вынужденным из-за участившихся случаев нарушения правил дорожного движения перед стадионом Нарт и на территории парка. В мэрии убеждены, парк Зеленый остров должен стать полноценной пешеходной зоной, безопасным местом для прогулок и отдыха. Далее вести Зеленчукского побережья. В Даусузе ремонтируют дом культуры. Он был закрыт более 30 лет назад. Теперь у селян не только огород будет местом притяжения, О культурном ремонте в Даусузе репортаж Александра Коваленко. Поставленную задачу нужно выполнить в срок. В эксплуатацию сдать культурный объект необходимо до конца этого года. Жители села Даусуз надеются, что 2020 год праздничными мероприятиями они будут провожать в актовом зале нового Дворца культуры. Не прекращая работу даже в выходные дни, строители уже выполнили большой объем работы. Как отмечает заместитель директора Карачаево-Черкесского казенного предприятия Дирекция капитального строительства Ахмат Чучаев, нарушений не выявлено. Работы ведутся с опережением. Местное население попросило, чтобы была возможность для детей заниматься спортом. Поэтому как социальная нагрузка подрядчика попросили о том, чтобы он отремонтировал сокольный этаж. Устроим там атлетический зал. Сказать, что борцовский зал, наверное, будет громко. Но я думаю, будет возможность для детей, да и для взрослых, заниматься спортом. Кураторы осмотрели каждый кабинет и залы. Здесь будут работать различные кружки. Предусмотрена библиотека. Планируют организовать работу кинотеатра. Были учтены, конечно, и пожелания жителей, проживающих в Даусузе. Мы когда приехали, смотрели, представлял собой жалкое зрелище, конечно. И промедление в его ремонте привело к необратимым последствиям, именно по его прочностным характеристикам, по его дальнейшей эксплуатации. Думаю, очень своевременно принято решение о его включении в программу и проведении капитального ремонта. Я думаю, им долгие годы еще прослужат, на радость селянам, которые здесь проживают. С гордостью о том, что уже сделано, министру культуры республики, куратором этого соцобъекта от партии «Единая Россия», рассказывает руководитель ДК. Уют и тепло в холодное время года в здании теперь будут поддерживать новое отопление, стеклопакеты и двери. Стены клуба, как внутри, так и снаружи, привели в надлежащий вид. Старую электропроводку заменили на новую. Уделили пристальное внимание системам пожароопасности и вентиляции. Видно, что объемы немаленькие. И здесь один из самых больших залов в Зеленчукском районе будет. Мы уверены, что после ремонта мы сможем и из других районов республики, и из Черкесска привозить сюда наши ансамбли, проводить обменные программы культурные. Учитывая, что здание было возведено в 1974 году, в ходе ремонтных работ были выявлены строительные изъяны. Как нам пояснил Ахмат Чучаев, этот вопрос разрешим. Само здание конструктивно мы поменять, конечно, не можем. Есть у него свои достатки и недостатки. Пытаемся их обыграть таким образом, чтобы оно функционально потом соответствовало всем современным требованиям. Поэтому утеплили полы, подняли сцену, чтобы угол зрения для зрителей был удобен. Завершающим этапом станет облагораживание двора Дома культуры. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сегодня исполняется 175 лет со дня основания Русского географического общества. За это время участники организовали больше трех тысяч экспедиций в самые разные точки мира, среди которых исследования Домбая в начале 20 века. Именно с экспозиции Русского географического общества началась история развития туризма в нашей республике. Богато научно наследие Русского географического общества и неоценимый вклад в приумножение знаний о нашей стране и о планете – это результат колоссального труда великих ученых, знаменитых путешественников, государственных деятелей, волонтеров и добровольцев. С 1996 года в нашей республике существует активно функционирует региональное отделение Русского географического общества. В этом году его члены исследуют высокогорные озера Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас в прямом эфире смотрите продолжение сериала «Лабиринты». Приятного вечера с телеканалом «Россия-1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин